приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и мы рассматриваем трудные места священного писания а на самом деле сегодня у нас даже такая определенная тайна тайна которую крайне трудно познать вот в псалтыре мы читаем сто сорок четвертом псалме такие слова велик господь и достохвален и величие его не следимо и некоторые люди они даже и задают такой вопрос вот как понять безграничность беспредельность вот это вот не следимость необъятность божия вот как это можно понять отталкиваясь от священного писания и на это мы прямо говорим что да священное писание говорит нам об этом но понять это невозможно человек ограничен а господь безграничен человек находится во времени а господь над временем он вечен человек появился в какой-то момент а господь предвечен да и мы не можем даже найти каких-то аналогий и вот только такой поэтический язык вот скажем как у державина в его оде знаменитой оде бог кто не читал непременно прочитайте это такое догматическое богословие в поэзии начинается со строк от и пространство бесконечный живые в движении вещества течение времени привечный без лиц в трех лицах божества дух всюду сущий и единый кому нет места и причины кого никто постичь не мог и вот мы не можем этого постичь потому что мы очень ограничены мы очень быстро выходим из себя наше терпение иссякает силы наши оскудевают едва мы появились в этот мир как тут же дни наши оскудевают ну немножко возросли вот там детские отреческие возраста потом молодость рассвет и тут же все все оскудевает у нас и даже наши знания наш ум это как дырявая бочка в которую вот сколько не лей вода вытекает и вот нужно постоянно лить 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 а из нее все равно вытекает вот не можем мы вместить себя все знания а господь он премудр он абсолютно все знает этого мы не можем даже вот представить себе но он настолько премудр вот как говорил об этом блеск паскаль знаменитый ученый он говорил что бесконечность премудрости божия она отражена даже в творении господь сотворил мир господь премудра и мир который сотворил природа она тоже хранит себе эту премудрость и вот как сам господь бесконечен вот так каждую частицу нашей вселенной можно бесконечно изучать там какую-нибудь маленькую молекулу и действительно ученые сколько не пытаются постичь до начале думали что ну вот материя вот она так сказать некая реальность данные нам в ощущении по моему чуть ли там не ленин так говорил что что такое материя да реальность данные нам в ощущения потом оказывается что эта реальность она ускользает когда стали изучать с помощью более такой вот сложной аппаратуры оказывается что эта материя она вся состоится из каких-то мельчайших частиц потом эти частицы там еще из чего-то потом даже какие-то поля пошли электро электромагнитные поля потом там еще чего-то какие-то волны мельчайшие и материя сама исчезает и оказывает что за всем этим присутствует какая-то тайна тайна мироздания вот есть тайна божия да а есть тайна творения божия тайна мира и постичь это невозможно да и можно бесконечно углубляться в изучении самой мельчайшей точки так вот не сможешь этого исчерпать потому что и мироздание тоже отражает на себе вот эту бесконечность премудрости божией а господь он не исследим он настолько необъятен что мы даже не можем выразить это словами и но соответственно тут что тут два таких вот момента во первых мы никогда не сможем постичь бога и это вызывает удивление это наше восхищение но зато и путь к духовному совершенству бесконечен вот представьте что если бы господь он был очень ограничен как в язычестве кстати вот в язычестве боги это такие какие-то внутри космические маленькие силы да они обладают большим могуществом чем человек там ну скажем ну понятно зевс там он громовержец он такой верховный бог у него много могущества там какой-нибудь аполлон он искусством заведует там кто чем кто там животными кто там землей и но они каждый чем-то и они ограничены это как внутри космические такие силы которые имеют тоже предел и поэтому у языческих богов терпение тоже имело предел они враждовали друг с другом негодовали на людей ну на самом деле вот бесы конечно так искушали грешного человека а когда мы берем в руки священное писание божественное откровение то мы видим что божию терпению предела нет и даже если он наказывает то наказывает только ради нашего вразумления и божьей любви тоже нет предела это значит что душе человеческое открывается путь бесконечного совершенства и поэтому человек это вот не просто какая-то букашка да вот гусеница которая все время там поглощает землю выпускает тоже себя землю потом ее кто-нибудь раздавил и все ее нет нет человек это бессмертная душа которая облачена в это вот смертное тело но и тело будет восстановлено и тело призвано к бессмертной жизни потому что все что творит бесконечный вечный всемогущий бог он тоже творит для вечности тоже для бесконечной жизни для безграничной радости для неизмеримой любви и человек на самом деле когда приходит к вере в бога то вот вот был атеист допустим а потом вера и вот к сожалению не помню такого одного из ведущих атеистов не так давно он отошел в мир иной но отошел он уже верующим человеком он был родоначальником современной школы атеизма там у него докинс его ученик там другие и вот ему было уже 80 лет и он говорит даже написал книгу мне 80 лет но жаль признаваться но я все еще атеист то есть казалось бы что ну все ситуация безвыходная а потом проходит каких-то полгода и вдруг у него переворот его мировоззрение он открывает для себя а священное писание с новой стороны да он открывает для себя пример апостола павла который был савлом стал павлом и той мудрости который он открывает для себя тоже премудрость мироздания что ну не может просто так вот из ничего все само собой произойти а если не может не бывает такого не мы видим что все от чего-то происходит да котята рождаются там от кошки до ребенок от человека если мы видим какое-то изделие его кто-то тоже создал да там яблоня она вырастает там и зернышка вот это тоже из яблочка которая упала от предыдущей яблони то все имеет свою причину должна быть первая всемогущая причина которая дала вот толчок всему мирозданию чтобы вот этому движению который во вселенной и вот этот атеист он становится верующим он пишет об этом успевает написать книгу и оканчивает жизнь уже верующим человеком ну у всех такой шок а почему да потому что именно человек вот все-таки открыт для себя бога так вот когда человек атеист открывая для себя веру в бога то первое что он с чем он соприкасается это именно бесконечность это вот такая без без перспектива безграничной неизмеримой жизни потому что в атеизме это как некий такой вот жизненный гробик который ты заколочен на время земной жизни там ну на 70 80 лет в основном зачастую меньше да вот такой гробик ограниченный приятный красивый так сколоченный из пахнущих сосной досок но его закопают землю и все вот что такое атеизм это ограниченность это конец это заранее предписанный конец всего а вот обратился человек богу да и вдруг он открывает для себя перспективу бесконечности оказывается ты призван к вечной необъятной жизни потому что есть вечно необъятный бог а человек это отражение божие да вот поэтому в человеке в душе его тоже как некие вот свойства божие отражаются в том числе и бессмертие которому призван каждый из нас но соответственно как ты будешь жить если ты запечатлел себе какой-нибудь сатанизм грех да то значит бесконечно и будешь мучиться а если ты очищаешь свое сердце и открываешь его богу то значит в бесконечно в боге и обретешь свое спасение и вот это вот перспектива вечной жизни это есть вот такой вот луч веры в бога который открывается и что такое человек вообще пред безграничностью неизмеримостью божию вот что такое какой-нибудь там жестокий савву перед всемогущим богом ну казалось бы да от него там все прятались шарахали стороны человек сердцем как камень который готов все и вся там разрушает на своем пути а вот явился ему господь на пути его в дамаск и все вот явилась ему слава божия которая открывается как неизреченная любовь и всемогущество и слава все превосходящее и все мы видим перед собой кроткого смиренного уже павла апостола который готов ради имени божия просвещать всю вселенную ну всю землю которую заселили люди в то время то есть вот господь открывается именно как неизмеримость и понять это человеческим языком невозможно вот святитель гнатий бренчанинов он тоже рассуждая об этом даже привлекал такие математические термины говорит что в математике есть понятие бесконечности ну вы даже знаете такой значок как восьмерка только в горизонтальном положении и вот удивительно да то что математика ведь мы же во вселенной физическом мире тоже не наблюдая вроде бы ничего такого бесконечности и то есть если дерево то оно там непременно завянет да тоже земля там камни все это тоже имеет какой-то предел светило они имеют какой-то запас энергии но при этом существует в науке понятие бесконечности которые мы не наблюдаем в реальной физической а почему так да потому что всякое знание человеческое это тоже отражение божьих свойств вот господь премудр бесконечности а у человека это некая такая вот ну наша человеческая мудрость человеческая может быть ученость и вот в этой человеческой учености открывается вот этот луч божьей премудрости как понятие о бесконечности вот не наблюдается в силе а понятие есть значит оно должно чему-то соответствовать и это как раз понятие соответствует именно богу вот святитель Игнатий он даже приводил какое еще сравнение ну вот представьте любое другое число по сравнению с бесконечностью ну допустим там десять десятка да там или сто или тысячи или миллион или миллиард а то есть они друг с другом очень превосходят да то есть миллион больше тысячи в тысячу раз ну и скажем так вот скажем ангел он превосходит человека по могуществу тоже да или там какие-нибудь и высшие херувимы серафимы они превосходят низших ангелов вот а но что такое тысяча миллион или миллиард перед бесконечностью и оказывается что бесконечность больше любого числа в бесконечное число раз то есть нельзя сказать так что если ты достиг там миллиарды или триллиона то ты стал ближе к бесконечности чем тот кто так сказать вот достиг там всего лишь сотни или тысячи потому что бесконечность она в бесконечное число раз превосходит любое число и вот так господь бог он необъятно превышает все свое мироздание то есть сколько бы не усовершенствовался человек да сколько бы не были высокие всемогущие ангелы они вот своим совершенством мы никто своим совершенно не сможем ограничить или догнать все совершенства божие вот и получается так как будто это вот от нас ускользает как горизонт которому пытайся вот его достичь да вот горизонт всегда манит человека да когда мы видим лучи заходящего солнца или наоборот на востоке лучи восходящего солнца это радует душу но мы понимаем что горизонт достичь невозможно но на самом деле господь независлив их он все подает человеку но в той мере в какой человек может вместить поэтому вот сколько вмещает твой сердце столько ты вместишь любви столько ты вместишь доброты а тебя требуется только очищай свое сердце да и в чистую в нечистую душу не войдет премудрость а вот в чистую душу входит премудрость вот посмотрите преподобный поисий святогорец он учился там всего лишь несколько классов четыре по моему класса учился но какая у него была мудрость какой ясный ум и к нему приезжали разные вот ученые с разных концов мира и простые люди да все ехали кто про него знал его и каждому давал совет от духовной прозорливости почему так потому что его мудрость была даром премудрого бога а премудрость божия она необъятна она безгранична но если вот некий секрет вот стяжание этой мудрости конечно есть чистое сердце она открывает себя благодати божией и благодать божия она проясняет ум и такой ум начинает более ясно видеть происходящее в жизни то есть это совсем другое нежели у нас вот в нашей мирской учености когда человек может получить там три высших образования при этом три раза разведется то есть число разводов по числу высших образований то есть понятно что светское образование оно не дает вот этой мудрости жизненной которая нужна человеку и не приближает его к сожалению не всегда приближает его к спасению а вот божья премудрость которая необъятна и бесконечна она проясняет душу но обретается через чистое сердце что еще мы можем сказать о безграничности божия да она во всем вот все что относится к богу все что божие это и есть бесконечно например вот любовь божия у людей она имеет предел вот нас кто-то выведет из себя мы перестаем его любить а любовь божия она безгранична и поэтому нет такого греха который мог бы бесконечно оскорбить любовь божия понимаете если господь наказывает то только для нашего вразумления вот смотри насколько опасен твой грех смотри насколько ты вредишь самому себе поэтому бывают такие достаточно жесткие вразумления но превыше всего этого любовь божия тогда почему же господь вдруг не являет себя явно каждому человеку хотя очень многим на самом деле являет да потому что господь есть и безграничное смирение он тоже смирение но необъятное бесконечное смирение а смирение она в чем в том что господь никому не навязывает себя не хочешь не принимай а хочешь двери открыты так что и тут вот это вот бесконечное смирение она вот понятно что почему господь себя не на не навязывает каждому человеку именно потому что он и смирен и для каждой добродетели человеческой есть некий вот первообраз в божественных свойствах кротость долготерпение абсолютная чистота а еще конечно и и такое свойство как везде присутствие божие вот вспоминается как ну как такая немножко шуточная история один взрослый скептик он спрашивает верующего ребенка вот и говорит ему если ты мне покажешь где находится бог то я тебе сделаю прекрасный подарок подарю что-нибудь а он говорит ребенок ему отвечает а я вам сделаю два подарка если вы не вы мне покажете где бога нет то что господь он находится абсолютно везде вот как мы читаем об этом в книге псалтыре в псалме 138 куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу взойду ли на небо ты там сойду ли в преисподнюю и там ты возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя скажу ли может быть тьма скроет меня и свет вокруг меня сделается ночью но и тьма не затмит от тебя и ночь светла как день ибо господь везде может проявить свой свет и это что значит что вот куда бы ты ни пошел но вот это понимаете как совесть невозможно спрятаться от совести уехать куда-нибудь за границу вот если ты совершил преступление куда не пытайся скрыться какими впечатлениями все это затушевать но совесть будет тебя обличать везде абсолютно везде потому что совесть это голос божий в человеке это вот тоже лучик от божественного правосудия потому что господь абсолютно правосуден и вот господь наделил этот лучик душе человеческой чтобы мы не заблудились во тьме нашего мира и вот точно так же куда бы ты ни пошел ты везде можешь обрести бог везде можешь обратиться вот вспоминается как блаженная ксения петербургской когда она по ночам молилась она выходила на поле и она крестилась и делала поклоны на все четыре стороны света а почему тогда потому что бог везде и неважно там в арктику в антарктиду там куда-нибудь в китай монголию куда угодно ты поедешь или там на погрязший в либерализме запад и все равно и там ты можешь обратиться к богу то же господь он везде а раз он везде то значит везде он тебя и услышит и вот как великомученица варвара да которая была вообще ее там заточили в башню и там ей открывается премудрость божия там она обретает веру в бога я вот тоже встречал таких людей которым никто не говорил в общем-то о боге вообще даже христе не говорили и неожиданно даже без какого-то внешнего слова такой человек обращался к богу потому что господь он везде и везде он призывает тебя через твою совесть и чтобы не утомлять вас дорогие братья и сестры потому что все мы имеем ограниченные силы да вот по сравнению с безграничностью божией что стоит только что сказать что все греховное оно тоже имеет свой предел и поэтому иногда нам кажется что вот зло настолько оно всемогущее что ну буквально все покрывать нет оно будет оно завершится оно будет иметь предел оно будет наказано не спровержено а вот все божие то есть добро любовь милосердие смирение кротость это имеет бесконечное безграничное существование и поэтому постараемся сейчас именно и обрести господа потому что то что мы от господа обретем сейчас останется навсегда а вот то что мы пытаемся без бога что-то для себя там приобрести какие-то корыстные стяжания до лукавства подлость это все рано или поздно обрушится и останется только вот на нашей душе какая-то скверная печать которая повредит нашему дальнейшему бессмертному существованию господь есть любовь а любовь его безгранична вот будем стараться помнить это и от сердца молиться очищать наши души чтобы господь просветил своей всемогущей силой наши сердца и чтобы сподобил и нас тоже бесконечные безграничные прекрасные жизни в его вечном царстве храни всех божие дорогие братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео обihad оценирует 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 о kannst Продолжение следует...